День Города День Городской думы отчитали за свою работу и утвердили изменения в правилах благоустройства. Приходящее воскресенье в четверг – православный праздник с грустной ноткой. Администрация Рязани анонсировала начало масштабного ремонта Первомайского проспекта. Этим летом здесь поменяют полтора километра теплотрассы. Когда работы стартуют и как будет выглядеть схема движения в это время, расскажем далее. Масштабный ремонт Первомайского проспекта – решение вынужденное и назревшее уже давно. Реконструкцию теплотрассы было решено разбить на два этапа. Цена вопроса первого из них – больше ста миллионов. Протяженность труб на замену – полтора километра. Плюс еще 500 на втором этапе. Первомайский проспект будет ремонтироваться в два этапа. Первый этап – с 9 июня по 12 июля. И второй этап будет у нас с 16 июля по 17 августа. В первом этапе мы будем ремонтировать рядом с площадью Победы. То есть всю Победу, заезжая на Завражину. Трубу менять необходимо. Диаметр трубы – 500. Построена трасса была в 1964 году. Капремонт сделан частично. Один в 95-м кусочек сделан, другой в 2005-м. То есть износ стопроцентный. Было на этих участках порядка 70 повреждений за срок эксплуатации. Впрочем, к делу городские власти подошли основательно. И, понятно, уже завтра Первомайский проспект никто не перекроет. Поэтому именно сейчас, за две недели до начала реконструкции и предвидя вопросы от автомобилистов, на сайте городской мэрии опубликовали схемы альтернативных маршрутов движения в сторону Московского района. Их, естественно, всего два. Один через вокзальную, мимо Рязани-1. Второй через пролетарскую, татарскую и под Дзержинки. Мы изучили транспортные потоки, построили модели в ключевых узлах. Вот на этом перекрестке, скажем так, на точках входа в зону ремонта. И, соответственно, мы проработали альтернативные пути объезда. И, наверное, все-таки для себя исключили те варианты, когда альтернативные пути объезда проходят по дворовым территориям. То есть это заплазы и где-то здесь во дворах. Мы считаем, что это нецелесообразно. Ну, плюс к этому транспортная модель показывает нам единственный оптимальный вариант. Это закрыть центральную артерию от частного транспорта и оставить только общественный транспорт. Кстати, Первомайский проспект отремонтируют не только, так сказать, внутри. По всей протяженности еще и поменяют асфальтное полотно. Так сказать, решат две задачи за раз, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу. Сезон фонтанов в Рязани стартовал 3 мая. Однако жители Московского могли заметить, что у стен ЗАГСа он не работает. Причину отсутствия одного из красивейших фонтанов города выяснял Валерий Седов. Фонтан на Московском рязанцам полюбился давно. Вечерами это место притяжения для семейных прогулок и теплых встреч. К тому же не возбраняется бегать между струями, что вызывает у детей неподдельный восторг. Уход за таким фонтаном чуть сложнее, чем за обычным. Следить нужно и регулярно. Поэтому рабочие осматривают его тщательно. Поднимают решетки, убирают мусор. Начинаются плановые технические работы. Фонтан на Московском шоссе, который находится в сквере дворца Торжец, временно отключен для проведения плановых технических работ. Подрядной организацией будет осуществлено обслуживание всего инженерного оборудования. И также остальной вид работ. А именно промывка чаши, замена предохранителей, ламп освещения. Фонтан обещают запустить уже завтра, 26 мая. Напомним, работа по сезонному запуску фонтанов началась в загоде. Их промыли, собрали, установили двигатели и форсунки. Только после этого фонтаны наполняют водой для проверки. К фонтану у дворца бракосочетаний отношение всегда было трепетное. Низкие температуры, например, могли быть причиной поломки оборудования. Поэтому отключали его раньше всех. А чтобы фонтан и дальше радовал рязанцев и гостей города, профилактические работы проводятся по необходимости. Сам фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на воду. Композиции формируются более чем 160 струями. Демонстрировать водные фигуры с изменением наклона струй и использованием более 15 различных мелодий. Такие фонтаны, кроме нашего города, есть в Петергофе, Владимире, Ярославле, Калининграде, Воронеже и Саратове. Мэрия города попросила рязанцев бережно относиться к оборудованию фонтана, не вставать на струи воды и не прикрывать их в избежание поломки. В Рязанской городской думе сегодня подвели итоги своей работы за год. Татьяна Панфилова в докладе озвучила основные показатели, а также депутату утвердили изменения в правилах городского благоустройства касаемо установки и обслуживания контейнерных площадок для мусора. Заседание Рязанской городской думы начинается с вручения мандата новому депутату. В апреле свои полномочия сложил народный избранник от КПРФ Дмитрий Иваничкин. Его место сегодня заняла Ирина Паняева. Отчет председателя Рязанской городской думы Татьяны Панфиловой значился первым вопросом в повестке. Он изобиловал цифрами, которые, к слову, только подтверждали, что городская дума в 2022 работала в интересах жителей города. 17 заседаний, 358 принятых решений. В основной финансовый документ в течение 2022 года в условиях динамично изменяющейся ситуации депутатами городской думы 6 раз носились необходимые изменения. Все решения по бюджету принимались Рязанской городской думой своевременно, что позволило обеспечить финансовую стабильность, решить наиболее значимые социальные и хозяйственные вопросы. Было начато строительство двух детских садов на 224 места каждый в районе Кольное и Семчино. Продолжено строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в районе Кольное, благоустройство территории торгового городка, заключен контракт на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в районе ЖК Олимпийский. 155,5 миллионов рублей в прошлом году потратили на капитальный ремонт четырех рязанских школ, на реконструкцию контактной сети направлено 70 миллионов. Народные избранники отработали 283 письменных заявлений граждан, а охват населения в соцсети составил более 130 тысяч человек. Кстати, вывозка мусора и содержание контейнерных площадок одни из самых популярных тем. По ним сегодня тоже приняли решение. Уточнены требования, применяемые к площади контейнерных площадок, размером их ограждений, количеству устанавливаемых мусоросборников. Конкретизирован перечень элементов благоустройства контейнерных площадок. Дополнены положения, касающиеся содержания контейнерных площадок. Определен круг лиц, ответственных за выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, а также их обязанностей. Главное, теперь регоператор не сможет объяснять невывоз мусора блокировкой подъездных путей. В документе все прописано, включая меры ответственности за это. В случае трех и более раз невывоза в течение месяца, ответственные за содержание вправе разместить информационные таблички, парковочные ограждения, дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств. Теперь на территории Рязани запрещено складировать ТКУ вне контейнеров, выбрасывать картонную и другую тару. Решение вступает в силу 1 сентября этого года. Партнер программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие дары океана к вашему столу возле центрального входа в торговый центр «Премьер» до 27 мая включительно. Не упустите возможность приобрести действительно качественную продукцию. На базе учебного центра Росгвардии силовики провели экзамены по кадетской подготовке для учеников подшефной 38-й школы. Мероприятие приурочили к Дню защиты детей, но никаких поблажек предусмотрено не было. Бег на километр, отжимания, подтягивания и даже эвакуация раненого – все эти зачеты ребята из подшефного класса Росгвардии сдавали прямо на учебно-тренировочной базе силовиков. Ученики 38-й и 49-й школ приходят сюда далеко не в первый раз. И, по словам преподавателей, с каждым разом их результаты все лучше. Сотрудничаем мы с Росгвардией достаточно давно. Ребята за эти годы уже возмужали, повзрослели. Явно им кадетская подготовка идет на пользу. Улучшилась дисциплина и успеваемость. И видно, что они ставят цели и стараются их достигать. Между зачетами сотрудники Росгвардии провели для ребят показательные выступления. Собака-кинолога обнаружила учебное взрывное устройство. А высотники ОМОН продемонстрировали элементы своей работы. Гвоздь программы – задержание условного преступника. Ребята показывают довольно-таки неплохие результаты. Поэтому я считаю, что этот год обучение в кадетском классе, вот триста в школе, прошел успешно. И ребята все молодцы. Пожелаем им удачи в следующем успешном году. Ну и хорошо отдохнуть на каникулы. Особо отличившимся воспитанникам подшефных классов вручили благодарности и памятные подарки на плацу учебного центра. А в довершении покормили ребят из настоящей полевой кухни. Вознесение Господне – один из 12 важнейших христианских праздников. В календаре этого года он падает на четверг шестой недели после Пасхи или на сороковой день после Светлого Христового Воскресения. Его отмечают ежегодно в разные даты, поэтому праздник называется «Приходящим». Вознесение Господне – это первый праздник, который идет после Пасхи. Этот день – праздник для православных. Но праздник со своей грустной ноткой. Через сорок дней после Воскресения Иисус Христос вознесся на небо, оставив своих учеников. Правда, пообещал незримо быть рядом с ними и давать наставления. Это очень радостное событие для всех нас, хотя оно, конечно, с нотками грусти, потому что апостолы, расставаясь со Христом, желали, чтобы Он всегда был с ними. Но Он не прощался. Он сказал «Я всегда с вами, во все дни до скончания века». Господь остался с нами незримо, благословляя нас, благословляя Церковь свою, для того, чтобы каждый из нас имел спасение во Христе, Спасителе наш. Верующие в этот день посещают храмы, подают записки о здравии, молятся о себе и близких. Принято подавать милостыню и помогать нуждающимся. Так в старину на Вознесение пекли хлебцы под названием «Лесенка». На него наносили семь полосок, которые обозначали ступенью в небо. С хлебцами ходили в гости и угощали друг друга. Господь соединил в себе и Божественную природу, и человеческую. И Он вместе с человеческой природой восходит. Восходит к Богу Отцу. И это является свидетельством особой любви Бога к человеческому созданию. И с другой стороны, залогом того, что человек, природа которого теперь находится на небесах, не будет оставлен. В этот день нельзя ругаться, ссориться и бросать мусор. Советуют даже не заниматься тяжелой работой, но это скорее просад и огород. И даже несмотря на то, что поста в Вознесение нет, большие застолья все же устраивать не рекомендуют. Сегодня даже не проводят венчание. Однако, народные приметы не обошли и этот праздник стороной. Считалось, что если пройти по утренней рассе, то можно получить на целый год защиту от бед. А если поймать сегодня птичку, то год будет счастливым. Связано это с еще одним поверьем. Мол, на Вознесение весна переходит в лето, и его встречают птицы и растения. Оттого и предшествующую ночь называли соловьиной. Другое поверье касается погоды. Дождь предвещал неурожайный год. А палящее солнце, наоборот, обильные сборы с огорода. Но главное же, в день Воскресения, как и в любой другой большой церковный праздник, запрещалось грустить, ругаться, ссориться и сплетничать. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv На наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 22 по 27 мая. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова